Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних хорошо знакомы с семьями и подростками, которым они помогают. В преддверии нового учебного года в рамках акции «Дорога в школу» они проводят плановые и внеплановые рейды. Чтобы посмотреть, готовы ли дети в школу, есть ли у них учебники, есть ли у них сезонная одежда. В случае, если есть какие-то проблемы, помочь. Может быть, какие-то справки в школу оформить, может быть, вещевую помощь оказать. Ну, какую скажут, такую постараемся помочь. Поэтому навещаем семьи. Есть сейчас главный вопрос, который стоит, чтобы дети были направлены в школу. В колледже, кто идет в школу. Комиссия по делам несовершеннолетних тесно сотрудничает со службой социальной защиты. Поэтому в рейдах могут быть выявлены нюансы, в которых можно будет помочь семьям, если есть нуждающиеся. Речь не идет об ужесточении мер в отношении таких семей. Поэтому в диалоге с матерью-одиночкой, воспитывающей троих детей, которая пожелала остаться за кадром, сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних задают ей разнообразные вопросы. Сезонная одежда, курточки, все есть. Все есть. Две новые куртки и плащ. Очень хорошо. Ей по наследству, но ей там тоже перепадает хорошо. Так, а Света пойдет на следующий год, получает? Да, но сейчас она подготовительный пойдет, и плюс у нас сет. Мы в дворец пионеров на четыре секции. Питание у мальчика маленького есть? Да, кашу, пюрешки, смеси, все у нас есть. Все, у Светы тоже все нормально. И для взрослых есть. На вопросы же о планах на будущее отвечают как неблагополучные семьи, которые со временем могут исправиться и выбраться из своего статуса, так и подростки, находящиеся в социально опасном положении. Диане сейчас 16 лет, и в скором времени, возможно, ее снимут с учета. Недавно девушка, живущая вдвоем с бабушкой, своими руками сделала в квартире ремонт и сейчас уже поступила в техникум. Я бы хотела закончить техникум, отучиться на фотографу, закончить курсы и работать по специальности фотографа. Творческие порывы и стремление помогать своей бабушке – все это также подтверждает, что Диана исправляется. Как неблагополучные семьи, так и подростки, находящиеся на учете, с пониманием относятся к подобным рейдам. Ведь специалисты комиссии по делам несовершеннолетних совершают большое дело. Они нацелены на сохранение жизни и здоровья детей, на обеспечение их безопасности. Мы приезжаем, и если мы видим такую ситуацию, например, родители в сильном алкогольном опьянении, нет продуктов питания для детей, антисанитарные условия в квартире, то нам приходится таких деток помещать в специальные учреждения. Если совсем маленькие детки, то это либо дом ребенка, либо больница. А побольше детки у нас есть в специализированный детский центр на Халтурино. В такие периоды родители могут задуматься, пока дети находятся под присмотром. И для многих это становится хорошей встряской и стимулом. После того, как люди становятся на пути справления, обретают трезвость, работу, покупают еду, их детки, конечно, оказываются рядом. Так что даже если граждане оступаются, государство помогает им встать на ноги.